Сегодня исполняется ровно год с момента старта политических преобразований. 16 марта 2022 года Касымжум Артукаев объявил о том, что наша республика пойдет по пути. Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. За это время в Казахстане прошел референдум, национальный курултай, президентские выборы. О том, какие еще изменения произошли в нашей стране, напомнит Динара Нургалеева. После трагического января Казахстан сделал первые шаги по перестройке политической модели. Это коснулось и президента в части сокращения его полномочий. Глава государства прекратил членство в партии Конституции, закреплен и запрет на занятие должностей в органах и нацкомпаниях для родственников президента. Кроме того, срок полномочий главы государства теперь составляет 7 лет без права переизбрания. До 10 сократили президентскую квоту в Сенате. Туда добавили 5 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана. Также состав Верхней Палаты парламента теперь согласовывает кандидатуры на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета. Ну а мажорист наделили правом принимать законы. Избирательная система в нашей стране с этого года заработала по-новому. Народ может лишить депутата его мандата. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус Можлица будет формироваться по следующей схеме. 70% на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. Кроме того, смешная модель будет внедрена на выборах маслехатов областей и городов республиканского значения. Выбирать себе депутатов в это воскресенье будут и жители Абайской, Лутаусской и Житусской областей. Образование этих регионов повлияло на совершенствование административно-территориального устройства страны, усиленной и роль правозащитных институтов. За два месяца работы Конституционного суда туда уже поступило свыше полутора тысяч заявлений от граждан. Ну а за счет снижения регистрационного порога в стране появились новые политические организации, которые уже участвуют в электоральной гонке. Грядущие выборы поставят точку в политической трансформации, говорят политологи. Конституционально реформы получили свое оформление и конструкция новой государственной модели по большому счету сформирована. Но это конструкция, ее можно назвать эскизом власти. А сам дизайн власти будет формироваться в результате работы парламента, активного участия граждан, гражданского сектора, в контроле за госорганами, во взаимодействии с парламентом. В течение этого года в стране прошла демонополизация политики. Новый механизм, по которому начала работать государственная машина, активно обсуждается с зарубежными экспертами. Ну а отечественные специалисты максимального эффекта ждут от демонополизации экономики, что приведет к увеличению числа предпринимателей, созданию новых рабочих мест, снижению цен и устранению различных барьеров. Динара Нургалиева, Нуркенток Мурдин, Информбюро, Астана.